Попины уши! Как убрать их навсегда? Сегодня поговорим о проблемной зоне, которую так сложно убрать диетами и упражнениями. О так называемых галифе, которые могут быть даже устроенных женщин. Я расскажу неочевидные вещи про гормоны и эмоции, которые приводят к накоплению веса в этой зоне. И, конечно, как избавиться от галифе без вреда для физического, а главное психического здоровья. Кликайте по ссылке под видео, чтобы получить первую психологическую полезность. Галифе, попины уши, ножки буша. Как только мы в порыве любви к себе их не называем. Сколько издевательств приходится на их долю. Инъекции липолитиками, жесткий массаж, досиняков, криолиполис, изнуряющие упражнения, диеты и даже липосакция. Причем без гарантии долгосрочного результата. Считается, что в 80% случаев в образовании этих жировых депо виновата генетика и поэтому убрать их невозможно. Что точно не помогает, если вы работаете над конкретными проблемными зонами. Во-первых, диеты любые, голодание и изнурительный фитнес. А силовые упражнения вообще могут усложнить проблему и сделать, например, вот эти самые ушки еще более рельефными и выраженными. Объясню почему. Жировые депо на бедрах, которые мы называем попиными ушками, это накопление, которое покрыто фиброзной тканью. Она как бы фиксирует и консервирует жир в этой зоне. Это тот самый резерв на черный день, который запасает наше тело. Поэтому он уходит в последнюю очередь. И часто вполне успешно живет даже на очень худеньких женщинах. И недостаточно сбросить лишний вес, чтобы убрать визуальную проблему. Даже более того, пока похудение, которое, как известно, обычно начинается сверху вниз, двигается, то пока доберется до жировых ловушек, все остальное уже приняло неприглядно худой и даже обвисший вид. Ведь при похудении традиционными способами через ограничение в питании действительно часто происходит обвисание кожи. Но не при похудении через психологию. Об этом скажу позже. Почему в женском теле вообще формируются жировые депо и вот эти конкретные жировые ловушки? Запасать это женское свойство. Генетически и исторически женский организм приспособлен к тому, чтобы накапливать, сохранять, приумножать, сохранять вот этот стратегический запас выживания. Поэтому лишним весом в большей степени страдают женщины. Хотя современная жизнь все поменяла и сейчас мужская статистика лишнего веса уже практически догнала женскую. Темпы роста мужского ожирения очень выросли в последние годы. И именно вот эта зона, низ живота, попа, бедра, то, что окружает половые органы, это условно женская зона. По наблюдениям психоаналитиков у женщин с фигурой груша, то есть с тяжелой кормой, с тяжелым низом, были сложные отношения с мамой. Жировая ткань в этих зонах особенно чувствительна к женским гормонам эстрогенам, а они, в свою очередь, чувствительны к переживаниям на тему женского, сексуальности, женственности. Поскольку прототипом женственности для девочки является мама, то отношения с ней закладывают сценарий женственности. И если отношения с мамой сложные, если остались обиды на маму, если мама не является образцом женщины, на которую хочется быть похожей, то что может происходить? Бессознательный отказ от женственности, а значит снижение уровня эстрогенов. Но эстрогены нужны организму, а жировая ткань также умеет производить некоторое количество эстрогенов. Кстати, это одна из причин, почему в климактерическом периоде набирается лишний вес, потому что нужно больше эстрогенов, когда яичники уже вышли из игры, а значит нужно больше жировой ткани, которая может их производить. Хочу или не хочу быть женственной – это бессознательное решение, которое часто принимается именно в том важном периоде детства, когда активно делятся жировые клетки. Таких периодов несколько, это возраст от 3 до 6 и подростковый возраст. Догадайтесь, в каком случае мы легче набираем лишний вес и сложнее его сбрасываем, когда у нас много жировых клеток или когда мало жировых клеток. И делитесь в комментариях, волнует ли вас жир в этой проблемной зоне, есть ли лишний вес и как вам откликаются наблюдения психоаналитиков про галифе и отношения с мамой. А с точки зрения медицины причинами накопления жира в этой зоне могут быть проблемы с функционированием пояснично-крестцового отдела позвоночника. Конечно же неправильное питание, но это в целом про лишний вес, не именно здесь. Нарушение кровообращения в органах малого таза, ну например от сидячего образа жизни, от низкой половой активности. Конечно же гормональный сбой. А на эстрогены, помимо того, о чем уже поговорили, также влияют вещества, которые мы получаем с пищей, ну например потребление дешевого низкокачественного шоколада, химические вещества, которые нас окружают в повседневной жизни, прием некоторых лекарственных препаратов, нерегулярная половая жизнь, впрочем тут мы уже возвращаемся к психологии и к теме женственности. В медицине зоны, где откладываются резервные запасы в том числе и вот эта зона, они не считаются отклонением от нормы. Никакого лечения от этого не существует. По сути это борьба с собственной конституцией и, как выяснилось, с женской природой. Но бороться с собственной природой это плохая стратегия. Можно не бороться, а можно убрать психологическую причину, которая за этим стоит. И вот чего смогли добиться участницы моей программы, которые худели онлайн без диеты тренажеров за счет подсознания, в том числе меняя встроенный образ женственности с того, который бессознательно сформировался в детстве, на другой, на такой образ женственности, который хочется иметь. И как результат похудения в целом и похудения в том числе в проблемных зонах, это более качественная сексуальная жизнь, это близость с мамой, это улучшение отношений с партнерами. И вот маленькое психологическое упражнение вам тоже. Если бы ваши ушки на бедрах могли говорить, что бы они вам сказали, откуда они у вас, почему они живут на вашем теле, какую функцию выполняют, чего хотят. Может быть, вам ваши ушки расскажут какую-то другую историю, а совсем не про маму и гормоны. Попробуйте поговорить с вашей проблемной зоной, даже если это покажется вам глупым и смешным. И, возможно, что-то важное вы от них услышите и сможете договориться. И это всегда эффективнее, чем то, чтобы воевать с собственным телом, ограничивать себя в еде, насиловать нагрузками. А когда поняли причину, уже гораздо проще стройнеть, потому что причина уже как минимум осознанна. Поделитесь в комментариях, как вам удалось выполнить упражнение, что интересно вы узнали. Чтобы стройнеть без диеты тренажеров, зато с головой, кликайте по ссылке под видео, там для вас кое-что интересное. С вами была Галина Турецкая, кандидат психологических наук, автор единственной психологической программы снижения веса, которая прошла клиническое тестирование в Институте питания Российской Академии Наук. Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить интересные и полезные видео, которые выходят каждый вторник и пятницу. А если вам покажется, что упражнение, которое я вам предложила, слишком смешное и необычное, это работа с субличностями, классический метод современной психологии. Попробуйте! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!